всем привет сегодня будем рассматривать магнитола 10 дюймов самый большой размер который есть на данный момент в арсенале значит обзор 7 дюймовый 9 дюймовый мы уже делали сегодня мы сравним и этого же производителя только 10 дюймов расскажем вообще какие вниз есть функции на какие машины подходит и так далее видео будет сделано из нескольких сегментов со склейками и начнем наверное мы сейчас с размеров ну вот давайте сравним размер вот это у нас android 9 дюймов а вот android 10 дюймов почти у них одинаковый размер но видно да чуть-чуть сантиметр буквально полтора она повыше и соответственно она будет чуть-чуть на такой размер подлиннее визуально очень трудно их отличить но тот кто поездил на машине с магнитола 10 дюймов когда уже пересаживаться на 9 дюймовую то есть видит разницу сразу же сейчас сравним 7 дюймовый после 9 10 дюймовый вот уже 7 дюймовая магнитолка кажется вообще маленьким кирпичиком хотя по сути 7 дюймовый дисплей он довольно таки большой то есть если его сравнивать с планшетом он как раз вот размером с планшет просто тут это очень большой планшет его диагональ то есть 10 дюймов это ну как маленький телевизор уже полноценный телевизор который можно смотреть причем с ним был неплохим качеством изображения расскажу о том каким хитростям прибегают значит некоторые продавцы они также делают видео обзоры на свои магнитолы но то есть показывают что вот у нас магнитола так работает в ней навигатор все но при этом не заходят в систему не показывают этот параметр оперативной памяти то есть берут допустим для обзора магнитола с четырьмя гигами а вертивки там с 8 которая работает ну довольно таки шустро покупатель когда приходит в магазин не проверяет этот параметр покупает магнитола с одним гигабайтом то есть по самой низкой цене думает что она будет работать так же как на видео обзоре а по факту магнитола работает гораздо хуже то есть вот я сразу покажу что у меня работает сейчас магнитола с одним оперативным гигабайтом оперативки потому что вы можете посмотреть десятки видео где люди купили вот такой вот магнитолу но не такую то есть других фабрик производителей у которых один гигабайт оперативки они советуют всем что вот не покупайте с одним гигабайтом оперативки магнитолы тупые нет зависит конечно от самой магнитолы будет ли она тупить с одним гигабайтом вертик или не будет соответственно вот именно вот эта фабрика у нее довольно таки неплохое железо хороший процессор и магнитола не тупит при этом еще и у нее есть хороший звук что еще примечательно конечно же изначально какая-то фабрика начала делать вот эти вот android магнитолы сделала хорошую модель с одним гигабайтом оперативки и тут же появились желающие которые хотят этот результат повторить начали делать более удешевленные значит процессоры микросхемы и соответственно уже вот таких магнитол типа вот ну как например под афо то есть одна с одним гигабайтом оперативки вообще обратительно работает то есть она тормозит у нее может вылететь приложение типа вот яндекс навигатор он там практически не запускается если запускается то может вылететь и конечно люди которые купили такую магнитолу они говорят не покупайте магнитолы с одним гигабайтом оперативки вот сегодня как раз я буду демонстрировать что одного гигабайта оперативки да это да достаточно для того чтобы магнитола работала для среднего пользователя то есть я не говорю что вот за пять допустим тысяч магнитола это супер-пупер там магнитола вы даже если телефон за 20000 купите он иногда будет тупить подлагивать потраивать но для среднего пользователя который просто едет он может посмотреть видео он может выйти в интернет он может послушать музыку включить при этом навигатор для него вот этих функций будет достаточно даже за магнитола если вы купите ее не за 12 тысяч не за 15 за 5 этих функций вполне достаточно вот как раз про эти магнитолы я и веду обзоры потому что прошлое мое видео там начали хейтить что вот ваша магнитола там говно с одним гигабайтом ничего работать не будет будет вылетать да вы насмотрелись обзоров где есть такие магнитолы их очень полно потому что таких магнитол примерно 80 процентов которые самые дешевые покупают у нас оптовики и продают на рынок массами то есть самое купить по самой низкой цене и продать с максимальной накруткой вроде кажется что тут магнитола за пять тысяч что там за пять тысяч но там магнитола за 5000 с одним гигабайтом оперативки не будет работать так же как это и все уже держат это за истину что если у магнитола 1 гигабайт оперативки то она не будет работать нет она будет работать и как раз сейчас я буду это демонстрировать сейчас пойдем по всем функциям по порядку так первым делом давайте подключим интернет зайдем также в настройки чтобы видеться что это та же самая магнитола 1 гигабайт оперативки значит заходим в настройки wi-fi все делается так же как на телефоне видите она довольно бодро реагирует так вот это мой телефон тут нужно указать значит пароль то эту точку доступа с телефона я делаю то есть это не какая-то там сеть видите poco x3 то есть можете даже посмотреть это название моей марки телефона сейчас ведем пароль подключить подключено появился значок интернета верхнем меню сейчас у нас магнитола будет обновляться и сразу же хочу сказать если вы купили такую простенькую магнитолу с одним гигабайт оперативки при первом же подключении к интернету она начинает обновлять систему это нормально это как у всех телефонов происходит то есть скачивает обновление и соответственно в этот момент когда она качает все обновления нам может чуть-чуть иногда подтраивать но также происходит у всех у любых телефонов то есть тут пугаться не надо однако как видите все продолжает также работать хотя одно скачивание идет сейчас она маленечко у меня подкачает и мы перейдем к работе допустим навигатора вот этот уже подключил датчик gps будем смотреть как работает навигатор с какой скоростью он прокладывает маршрут смотрите вот кнопка включения навигатора при ее нажатии происходит запуск навигатора установлена по умолчанию вот здесь у нас предустановленный его навигатор это один из самых лучших а навигаторов вот которые устанавливают на такие магнитолы то есть он встроенный он может работать без интернета сейчас я покажу как менять в настройках выбор так 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 навигация вот заходим в пункт навигация тут можно выбрать из тех навигаторов которые установлены по умолчанию было установлено карты вот переставили сюда сделали его navigation и то есть теперь при запуске вот этой при нажатии вот этой кнопки будет запускаться его навигатор так проложить надо любой маршрут у нас так новый маршрут не допустим вообще вот инструкция так как первый запуск центр города сверловской области выбрать как назначение начать навигацию это в android магнитолах самый быстрый навигатор который очень быстро перестраивает маршрут при этом он показывает улицы то есть не просто вот так только подписывается у него еще такая небольшая флажочек выскакивает во время поездки то есть вы видите какая будет улица следующая где можно будет повернуть в общем это один из самых удобных навигаторов как видите работает быстро работает четко сейчас еще будем запускать вместе с ним раздвоение экрана то есть будем смотреть что он действительно работает еще можно параллельно с ним слушать музыку на втором экране важный момент значит от многих поступали вопросы видел сети что когда включаешь музыку затем включаешь навигатор музыка перестает петь такое действительно бывает так как у разных магнитол разные прошивки сделано это с целью того чтобы экономить оперативную память то есть просто отсекает навигатор ставится высокий приоритет он отсекает приложение с музыкой вот мы сейчас тут включим музыку навигатором по до сих пор правило продолжает работать фоновом режиме вот чего тут как бы музыка не глохнет только чуть-чуть слышно навигатор так отменить маршрут новый маршрут также делаем видите музыка не пропадает то есть это особенности как раз прошивки и совместной работы двух приложений чуть-чуть музыку приглашают на музыка не перестает петь а теперь смотрите функция разделения экрана здесь у нас в этом уголке музыка здесь навигатор вот это расстояние удобно левой рукой вот это расстояние можно изменять передвигая то сколько экрана вы выделите тому приложению либо этому можно музыки сделать больше но конечно всем удобнее делать больше навигатор вот так пожалуйста музыка работает с навигацией отлично вот иго навигатор даже если у вас другая android магнитола с другим предустановленным навигатором скачивайте себе вот этот иго навигатор он работает на таких магнитола просто замечательно то есть как видим ничего не тормозит все работает и показываю что все это работает на той же самой магнитоле с одним гигабайтом оперативки и те кто говорит что нету хороших магнитол с одним гигабайтом оперативки ну просто сталкивались только с другими версиями других фабрик как видите все это работает вот вам пожалуйста android на 10 дюймов работает вайфай работает bluetooth работает навигация работает музыка также работает сейчас покажем браузер вот отсюда кстати скачивал файл все работает скорость нормальная что жаловаться не знаю то есть хейтить напрасно магнитолу который стоит ну там в бюджете 5000 не надо такие магнитолы действительно работают просто надо знать где и у кого их брать соответственно ссылки на заказ магнитолы я оставлю внизу отключим наверно навигатор он так и будет нас все доставать не даст на рассказать то есть вполне нормальная магнитола для среднего пользователя то есть тот кто просто ездит использует навигацию использует музыку этого вполне достаточно то есть как раз вот люди обращаются с таким вопросом ну бюджет небольшой магнитолу 20 тысяч покупать не охота охота чтобы она все-таки работала работала безотказно пусть она там будет не супер пупер быстро она не супер пупер быстро хотите там более быстро магнитола пожалуйста 2 гигабайта оперативки можно сделать 4 гигабайта будет дороже там на 3 на 4000 но опять же на любители а если вы просто ездите она у вас фоном играет музыка работает навигатор либо работает какое-то видео то вполне достаточно вот этой магнитолы я точно такой же средний пользователь и меня вполне устраивает вот такое вот качество действительно видел кучу магнитол где довольно тупые магнитолы мягко сказать тупые потому что на ходу ими пользоваться просто невозможно отказывают кнопки то есть невозможно не прибавить громкость не убавить громкость она очень медленно все работает что здесь еще можно показать то есть вот настройки как допустим сменить язык здесь уже был предустановлен русский язык на некоторых магнитолах английский язык вот переходим в другие настройки а вот android настройки до перейти в настройки и попадаем в интерфейс также как на мобильном телефоне то есть смотрите вот пока она на русском можете смотреть потому что на английском не все разбираются она на русском вот настройки языка здесь внизу за телефоне нажал видите он работает довольно таки шустро и на ксане реагирует хорошо вот языка вот он находится здесь значит здесь языки видите языки нажимаем на них установлен русский если тут будет english то есть жмем кнопку добавить добавить перелистываем вниз как правило внизу находится русский язык вот она здесь находится нажимаем русский россия уже добавлено тут будет раз русский россия добавить найти вот я добавлю для примера беларусь беларусь вот он будет здесь вот быть снизу русский россия а тут будет english вот так вот перетаскиваем этот язык который перетаскивать он становится основным сейчас мы вернем все как было это вам показал только для примера как можно язык добавить и соответственно вот что мы видим довольно таки неплохая магнитола за хороший бюджет в пределах там пяти шести тысяч вы можете приобрести то есть ну 10 10 дюймовая магнитола конечно будет стоить около шести тысяч в нашем магазине 7 дюймовые они там в пределах около ну чуть ниже пяти тысяч идут смотря сколько оперативной памяти пожалуйста приобретайте пользуйтесь и как раз показал вот те моменты на которые стоит обратить внимание при покупке то есть даже если в обзоре показывает магнитола но они не заходят вот в эти вот настройки где можно посмотреть информацию потому что видео снимают с магнитолами на 4 гигабайта оперативки допустим она быстро работает а когда уже приходите в магазин вам продают магнитола с одним гигабайтом и вы приходите расстраивайтесь многие люди покупают такие магнитола не думают ну как бы так и должно работать она виснет у них тупит ну как бы чего хотел за пять тысяч вот и считают это за за норму норма это вот такая вот работа хорошо реагирует на касание есть хороший звук есть настройки баланса кстати да давайте зайдем настройки баланса тоже хейтили ребята одни говорят ха 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 откуда ты взял что вырезает микросхема баланса вырезают это называется микросхема предусилителя так 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 sound effects вот сюда заходим тут у нас регулируется баланс то есть можно настроить где больше будет музыки играть впереди и сзади если перемещаем вот слышите она становится тише громче вот так вот делаем пропадает у микрос у магнитола которых вырезана микросхема предусилителя куда бы вы ни двигали звук не меняется если не верите мне то есть вы ищите в интернете магнитола android не работает баланс пожалуйста найдете результаты где люди сталкивались такой же проблемой китайцы для удешевления вырезают эту микросхему ставят более простые микросхемы усилителя и значит просто вам продают магнитола которая на самых на самых низких параметрах и причем по цене еще продают дороже чем у нас еще был вопрос видел видео обзор несколько пользователей жаловались что при нагревании дисплея типа магнитола начинает тупить то есть нагревание то что магнитола греется это нормально сейчас объясню почему вот здесь вот здесь у нее вот этот весь корпус он сделан из алюминия это радиатор прямо на него посажена микросхема звука основная и во всех магнитолах это микросхема очень сильно греется неважно в этой в другой в пионеровской в супер пионеровской есть микросхема звука который очень сильно греется просто обычно у них защищено дополнительно металлическим корпусом и вы как бы ну на ощупь это не потрогайте а тут она посажена вот прямо здесь на корпус и это нормально то есть весь корпус он алюминиевый и он является радиатором он греется греется не до такой степени что дотронуться нельзя то есть монитор да он чуть-чуть тепленький это вполне нормально может быть где-то есть магнитолы которые прямо как кипяток я видел магнитолы где допустим микросхема плохо прижата к радиатору корпусу из этого нагреется сильнее и начинает тупить но на самом деле почему тупит магнитола это не микросхема не перегрев не что-то еще это как раз таки проблема в том что про плохая прошивка плохой процессор плохое железо и надо выбирать оптимальное соотношение то есть не надо винить все там что она греется не надо винить то что не один гигабайт оперативки вам просто продали но плохой товар и 70 80 процентов обзоров на эти магнитолы ну вот на такого на ужасного качества поэтому не надо все принимать за истину вот я вам показал что действительно есть нормальные магнитолы по хорошей цене которыми можно может пользоваться средний пользователь и оставаться довольным ну и вот для сравнения сразу же прикладываю видео с магнитолой 70 10b ну вы могли их видеть подобные очень много то есть в один магнитола из-за того что они вот здесь вот кнопки то есть у нее экран даже меньше чем у 7 дюймовый видео на ней смотреть оно более такого худшего качества то есть чуть больше пикселей так как разрешение у него два раза меньше это рабочая лошадка которая позволяет слушать радио смотреть музыку и смотреть видео то есть мне нет интернета да вот еще есть bluetooth мне нет интернета вне нет навигации зато можно дублировать изображение с телефона но при этом не дублируется звук звук можно дублировать через bluetooth подробное видео как вот с этим работать я снимал тоже у себя на канале можете найти посмотреть если интересно но в принципе если вам не нужен не интернет не навигация можете приобретать вот такую в среднем их стоимость там 3000 рублей у нас чуть чуть дешевле можно их приобрести также проходите по ссылкам внизу ищите сайт или объявление там мы сможете ее приобрести просто для сравнения вот размер 10 дюймовая магнитола и вот такая вот малышка вот такая вот у них разница телевизор и планшет грубо говоря то есть пожалуйста кто хотел на нее посмотреть для сравнения вот и последний момент на какие машины подходит магнитола 10 дюймовая подходит она вообще на любые машины для всех машин сейчас есть рамки единственный момент бывает что у кого-то штатное устройство соединено с бортовым компьютером вот тут нужна консультация установщика если вы желаете допустим отключить бортовой компьютер от магнитолы и поставить вот такую это тоже возможно то есть эта магнитола будет работать отдельно но без бортового компьютера то пожалуйста можно устанавливать в целом магнитолы универсальные у всех магнитолы абсолютно одинаковый размер если вы видите что продается магнитола именно для вашей для вашего автомобиля то это значит что она будет продаваться либо с рамкой под ваш автомобиль либо в вашем автомобиле уже есть такой размер 10 дюймов все размеры можете найти на сайте также в объявлениях там все указано помните что вот такая магнитола она универсальная нет у нее предрасположенности какой-то марки автомобиля под все автомобили идет рамка даже если у вас стоит 7 дюймов вы можете легко купить рамку там в пределах полутора-двух тысяч и установить себе такую 10 дюймовую магнитолу культуру а ты Продолжение следует...